Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на ледовой арене Дворца Спорта Убилейной в городе Альметьевск, где уже через несколько минут начнется очередная встреча при матче Молодежной Хоккейной Лиги. Местный спутник принимает команду «Молот» из города Пермь. В первом периоде увидели мы две заброшенных шайбы и казалось, что счет будет относительно крупный в этой встрече, но получилось в какой-то мере по-другому. В большинстве поиграли в первом периоде и те, и другие, но именно Альметьевской команде удалось большинство реализовать. Играли они 5 на 3 какое-то время, но затем за 19 секунд до выхода штрафованного игрока влетает шайба ворота. Но это была вторая шайба, а пока на ваших экранах первая в исполнении Ислама Гарайшна, который после сильнейшего броска Зевзеева расторопнее всех оказался на пятачке перед воротами и уже в пустые ворота на эту шайбу буквально закатил в падении. Таким образом стал счет в сегодняшней поединке 1-0. Ну а затем большинство, о котором я говорил, и здесь Расим Шакиров на пятачке перед воротами опять-таки сумел переиграть своих оппонентов. И тяжело было Михаилу Подлипаеву этот бросок парировать. Таким образом, стал счет 2-0, и так, собственно, первый период и закончился. Во втором периоде много, игра поутихла, но тем не менее чувствовалось преимущество Альметьевской команды с тем лишь отличием от первой 20 минутки, что во второй 20 минутке мы не увидели заброшенных шайб, хотя моменты были в большей степени, конечно, у хозяев площадки, но и у команды из Перми тоже моменты были. Пусть не так много, но они были и, к сожалению, для болельщиков из Перми, реализовать их молоду не удалось. Ну и самый яркий момент на завершении второго периода был, когда выход 2 в 1 организовали Альметьевские игроки. Сейчас вот этот момент. Видите, ну здесь коренький выход 2 в 1, это был опасный отскок, и была возможность нападающей Альметьевской команды забросить практически пустые ворота, но не удалось. Ну и сейчас уже моменты третьего периода на ваших экранах. Засуха безголевая, которая началась во втором периоде на протяжении в большей части. Третьей 20 минутки продолжилась. Поиграли команды в неравных составах, но ничего не удалось. А вот заброшенная шайба молотом. Во втором заброшенной шайбе стал Иван Самсонов, который, казалось бы, вернул интригу в поединок, но не удалось. Перпской команде еще одну шайбу забросить у ворота Антона Чибизова, и приложенных усилий не хватило. Была замена голкипера на шестого полевого игрока, но как-то уж не очень убедительно выглядела игра. Шестером против пятерки Альметьевской команды. Так, собственно, поединок сегодняшний день и закончился. Победой Альметьевской команды со счетом 2-1. Еще раз поздравляем болельщиков из Альметьевска. И до новых встреч. Спасибо, что оставались с нами. Альметьевской команды со счетом 2-1. 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 Продолжение следует...